Послание Ца Абсолюта 19 июля 2018 года Храм вашей души Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о Божественном Я-человеке и поговорим еще об одной его роли в вашей жизни. Очень часто Божественное Я берет под свое крыло какую-то определенную группу душ, выбравших пройти похожие жизненные уроки и приобрести связанный с ними опыт. Почему это происходит? Опять же, для страховки гарантии, поскольку, окунувшись в трехмерный мир, какие-то души могут идти очень далеко от выбранного ими пути, а какие-то все же выполнят свое предназначение и принесут в общую копилку драгоценные крупицы опыта трехмерной жизни, столь необходимые их материнской душе. Душу человека можно сравнить с прекрасным храмом, который строится на протяжении многих веков. Фундамент храма древней зрелой души уже достаточно прочный, так же, как и само здание. И вот, наконец, пришло время отделочных работ, тех последних штрихов, которые придадут ему неповторимую блеск и красоту. И Божественное Я берет на себя руль наблюдателя за разными видами работ. Одна группа душ занимается росписью стен, другая – потолков, третья выкладывает мраморный пол небывалой красоты, четвертая разводит вокруг храма благоухающие сады, пятая украшает эти сады фонтанами. И за каждым отдельным видом этих работ следят уже высшие Я людей, воплощенных на земле. Такое распределение обязанностей позволяет максимально отслеживать путь каждой души и вовремя подправлять ее, если она вдруг сбилась с дороги и решила заняться чем-то другим, не тем, в чем она является редким, непревзойденным специалистом. Божественное Я, в отличие от Высших Я, находится в более высоких измерениях и поэтому видит всю картину в целом. Это позволяет ему гармонизировать ситуацию на строительной площадке с тем, чтобы все участники этого действия не отвлекались на ненужные мелочи, а шли к цели наикратчайшим путем. Таким образом, столь сложная иерархия вашей души затрагивает не только тонкий план земли, но и другие более высокие измерения, где обитает ваше Божественное Я. И последний из его аспектов, о котором мне хотелось бы вам рассказать. Ваше Божественное Я – это и есть тот самый кристалл любви, который живет в сердце каждого человека. И сейчас он все больше и больше разрастается в вас, раскрывается подобно прекрасному цветку лотоса, наполняя все пространство вокруг Божественным светом и любовью. Попробуйте почувствовать его. В спокойном гармоничном состоянии призовите свое Божественное Я и прислушайтесь к вашим ощущениям. Божественное Я обязательно откликнется на ваш зов, и вы почувствуете, как разорьется оно теплом вашей сердечной чакры. Делайте это как можно чаще, родные мои, чтобы постоянно пребывать в энергиях высочайших вибраций, которыми так щедро готовы поделиться с вами ваше Божественное Я. Благословляю вас на это. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.